Хэллоу, друзья! С вами Стив Про, и сегодня пятая часть выживания в Майнкрафте Бэк Делишн. И сегодня я встелел текстурпак на огромных мобов, поэтому наше выживание в нашем мире Майнкрафта станет довольно интересным. Что ж, здесь у нас уже бродит огромная свинья, но сначала убьем коровку, потом уже подойдем к ней. Она будет, ну, довольно большой, друзья, но троп с ней будет такой же. Сосновная коровка у нас умерла, но теперь настала очередь вот этой свиньи. Друзья, она больше нас в целых два раза. По идее, дроп должен быть больше, но, к сожалению, такого пока что разработчики этого текстурпака не могут сделать, друзья. Собственно, многие писали под видео, что это такой мод, друзья, но это не мод, представьте себе. Просто, блин, текстурпак, и у нас появляются огромные мобы. Ну, ладно, довольно прикольно, друзья. Собственно, сегодня выживание будет такое поверхностное, мы будем просто бродить, что-нибудь искать очень интересное. Но такие дикие лаги в новой версии Майнкрафта меня очень бесит. Надеюсь, разработчики их исправят. Просто Майнкрафт резко подергивается, и это довольно, друзья, ненормально. Ладно, лук. И, собственно, да, я вижу поводок. Спасибо вам большое за крафты. То, что сказали, что нужно, чтобы сделать такой поводок. И, друзья, это очень классно, потому что я не знаю, где это будет, конечно, слизь, но если мы найдём что-нибудь интересное, то там можно найти, конечно, и слизняка. Ну, друзья, самый редкий спаун его, друзья, в пещерах. Да, его очень редко найти можно в пещерах, но всё же такой спаун довольно распространённый, чем в обычном мире. Но самые, друзья, частый спаун, конечно, в болоте. Но болоту можно находили, но слизней я пока что не видел. Ладно, такой цели у меня пока что там и не было, потому что у нас не было лошади. Но теперь у нас появилась наша лошадка. И, друзья, она сидит там, конечно, в ямке. Я пока что ещё её не вытаскивал, потому что вытаскивать её толку нет. Ну что же, что же я собираюсь, друзья? Ну, я собираюсь скачать мод на метку. Поставим метку около дома и отправимся в далёкое путешествие. Но пока что я это не планирую, потому что у нас только пятая серия выживания. И, друзья, это выживание в самом разгаре. Но я знаю, что пятая часть это уже что-то. И, надеюсь, мы его ещё не зафейлим. Ладно. Собственно, здесь у нас голубая водичка. Она очень сильно светится в темноте. Так, она потихонечку убывает. И, друзья, давайте ждать, когда она уйдёт до конца. Она очень медленно почему-то убывает. Это... Ну всё. Собственно, пещерка. Ну почему? Ну ладно, друзья, соберём уголь. Собственно, пещера оказалась довольно маленькой. Но здесь оказался уголь. Соберём. Сделаем ещё больше факелов, потому что у меня их было много. Ой, мало. А, их нам понадобится довольно много. Собственно, давайте-то, да, двигаться дальше. И можно сходить в следующую пещеру. Там ещё была одна пещера. Или даже, можно сказать, одно углубление. И, собственно, что же здесь нас ожидает? Надеюсь, будет что-нибудь интересное. Пока что она такая же узкая. Да, нет, друзья. Она просто огроменная. Вот такое шарообразование пещеры. Меня очень удивляет, друзья. Она и вправду выглядит в виде огромного шара. Ну и, видимо, железа. Ладно, соберём его. Она нам не помешает. Хотя броня у нас уже сделана, друзья. Собственно, хочу сказать, что оказывается, золотая броня хуже, чем железная. В том соотношении, чем она ломается. То, что она ломается быстрее. Но, по идее, урона она держит одинаковый. Так что хуже она не будет. И, собственно, уголь нам, опять же, не помешает. Конечно бы найти алмазики. Сделать портал в ад. И, друзья, отправиться в ад. Ну, это только мечтать. Мечтать и ещё раз мечтать. Ну, не. Мы обязательно найдём алмазы. Мы обязательно поставим портал в ад. Этому будет даже посвящена отдельная серия. Алмаз я, может быть, найду без вас. А вот портал вместе с вами будем строить обязательно, друзья. И вместе с вами мы отправимся в ад. Возможно, сделаем, может, даже в шестой, если я найду алмазы. Или в седьмой серии. Если, друзья, в шестой серии не будет портал в ад, значит, что-то слишком интересное у меня появилось в этой серии. Ну, посмотрим, что у нас может попасться. Пока что ничего такого прям очень-очень интересного нету. Конечно, хорошо бы сейчас установить мод народа, но пока что таких модов интересных нет, друзья. Нет, я не буду моды устанавливать. Я не буду. Даже не предлагайте мне больше в комментарии. Потому что это выживание мы забросим. И, друзья, будут всякие баги. А я не хочу. Вот эту текстуру мы установили. Ну, это текстура. Текстуру можно удалить, и ничего не будет. Собственно, ладно. Давайте, да, сходим вот сюда. Может, здесь что-нибудь будет. Нет, друзья. Собственно, я понимаю, пещера довольно маленькая. На улице ещё день. Но пещера довольно тёмная. И хочу сказать, что эти шейдеры от иностранца очень классные. Ну, те шейдеры, сайо шейдеры, которые я вам показывал, они просто мощные. И, друзья, не каждое андроид-устройство их вытянет. И, собственно, чтобы не переживать, мы, конечно, соберём дерево. Чтобы не приходить с пустыми рыками в наш домик. Ай, свинка, ладно, мы тебя пропустим. Пусть бегает. Ух, ты горящий зомби. Откуда он здесь появился? Ну, зачем ты вылез? Собственно, я заметил, что искусственный интеллект зомби настолько усталый, отсталый, друзья, от скелетов. Потому что скелеты во время дня сразу прячутся в укрытие. Они прячутся, и правда, в укрытие, чтобы не загореться. Ну, по идее, это логично, друзья. Скелеты... Хотя, о чем думать скелетам, если не скелеты? Ладно. Зомби, по идее, они так и так должны быть тупее. Ну, зачем они выходят на солнце? По идее, мозги. Да, мозги потолкнутые на такое решение. Ну, овечка нас поплатила жизнью. Ладно. Собственно, пока ничего интересного в пустыне вообще не происходит. Она настолько скучная, что, друзья, в ней ничего нет. Слава богу, что в неё добавили отбросов. Это такие новые зомби, если, опять же, кто-то не знает, друзья. Ну, можно, конечно, добавить перекати-поле. Я не знаю, как это бы выглядело. Было бы чертовски классно. Но пока же таков в нашем Майнкрафте нет. И слава богу, друзья, потому что фпс в нашем Майнкрафте просто понижится до максимума. То есть, друзья, он будет очень низким. Пока что будем довольствоваться тем, что у нас есть. И, друзья, будем ждать Медведева. Новая версия Майнкрафта, потому что это будет классно. Но я ничего не говорю, что 015.015.5... Блин, 015.0 была очень хорошая. В ней добавили нового скелета. Нового зомби. И, друзья, это, правда, классное обновление. Зря те, кто говорят, что это плохое обновление, друзья. Потому что вы не понимаете, сколько в это обновление было вложено труда. Оно очень классное. Но теперь мы ждем, конечно, 016. Она будет, наверное, таким же классным. То, что в нем добавят, вообще неизвестно. Разработчики специально скрывают, потому что все будет ясно на Минниконе. Я помню те чувства, когда выходило 0.015.0. Я смотрел видео, друзья, в которых падал снег, шел дождь. Игрок приседал, ух ты, ух ты, крипер. Нет. Мне кажется, или пах был слишком большим. Ладно. Собственно, я смотрел видео, как там игрок приседал, как он бегал, друзья. Это был глобальное обновление, в котором добавили бег, приседания, погодные условия. Добавили нормальные снежные биомы. На деревьях был отображен правильный снег, друзья. Это новые фишки, которых просто не было в компьютерной версии Майнкрафта. Но теперь все это уже есть на ПК. И просто хочу сказать, что, друзья, то же самое, наверное, будет происходить с 0.16.0. Если в ней, да, конечно, добавят какие-то просто шикарные функции. Что же я жду, вы спросите вы? Друзья, край я никогда не жду и не ждал, потому что знаю, что это очень трудно добавить. И этому будет посвящено отдельное обновление. Но новая версия Майнкрафта, этого даже не ждите. Знаете, чего можно ждать? Я вам сразу скажу, что, друзья, снежного медведя мы можем ждать. Это 100%, что его могут добавить. Ну, почему его могут не добавить? Опять же, против. Потому что, друзья, у него сложная анимация. Как сообщали раньше разработчики, он должен был бы, по идее, добавиться в 0.15. Но его не добавили из-за сложной анимации. Она была слишком сложная. И, друзья, из нее, возможно, были бы лаги. Но вы знаете, что 0.15 быстро выпустили. И из-за этого, может, и не добавили медведя. А текстуру медведя и анимацию пришлось бы оптимизировать. Потому что она, и правда, очень классная. Посмотрите на ПК, как медведь двигается, как он нападает. И это просто классно. Ну, собственно, что же я жду? Я жду цветных стекол, друзья. Жду стоки для брони. Ну, их вряд ли добавят. Хотя могут, друзья. Что же, вот, 100% добавят стеклы... О, стекляные... Ну, блин, новые стекла не добавят. Потому что, друзья, сообщали, что у них какой-то баг с ними. Могут добавить книжку и перо. Вот это 100%, потому что... Я видел уже книжку в нашем Майнкрафте. Собственно, друзья, Хаск. Новый моб от Брос. Я не знаю, почему она не дает голод. Так, сложная стоит на сложном. Я не знаю, почему у нас появляется голод. Собственно, это, по идее, хорошо. Но с него падает, к сожалению, только одна гниль. Ладно, может быть, это связано с обновлением, что, опять же, какое-то корялое обновление вышло. Но, друзья, да... Ну, до Мини-Кона ничего больше нового не ждите. Новостей вряд ли будет, потому что... Ну, потому что, друзья, на Мини-Коне они все сообщат. Ну, будем ждать Мини-Кон. Мини-Кон где-то будет 25-26 сентября. Уже во многих видео так говорил. Ну, и не буду, друзья, спойлерить. Собственно, будем ждать. Будем надеяться, что будет какая-то хотя бы качественная версия Майнкрафта. И, друзья, Эндер Миру могут... Ладно, я скажу, что могут добавить, потому что на Мини-Коне показывали ад. А никто не ждал ада, друзья. Никто не ожидал ада, который добавили неожиданно. То же самое могут сделать с Эндер Миром. Ну, Эндер Дракона... Босса... Нет, нет. Не добавить, друзья. Если добавить босса, то придется делать Исушителя. Но нет, нет, не добавить его. К жалению, что-то... Четко я скажу вам, друзья. Четко скажу, не добавить его. Потому что слишком, слишком сложно добавлять босса. Если правда добавить Эндер Дракона, придется делать Исушителя. Понимать, что это просто жесть. Конечно, все обрадуются. Но я не знаю, чему вы все обрадуетесь. Что такого в этом Эндер Мире, друзья. Ну, сходите в Эндер Мир. Чтобы найти эту крепость, просто уйдет уйма времени. И, друзья, просто без корректива вы не сможете туда попасть. Так что толку от края нет. Нет, я проводил опросы и смотрел, что многие хотят край. Но зачем? Просто объясните мне логически, зачем вам нужен край? Толку же от него нет. Нету толку. Потому что в режиме выживания попасть туда просто нереально. Друзья, напишите в комментариях, зачем вам нужен край. Я не знаю. Ну, на ПК даже я ими не пользуюсь. Ну, собственно, друзья, у нас произошло вот такое выживание. Прошло. Очень классное. И, собственно, могу сказать, что на этом мы закончим. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!